Сергей Савельевич, это я. Поможет добрым делом и словом. Он ласково зовет ее сестрой Милосердия. В далеком 43-м Сергей Савельевич пошел в армию добровольцем. На фронте служил командиром расчета танкового пулемета. В ожесточенном бою при форсировании Немана был серьезно ранен в ногу и получил контузию. Мне выходить из боя, красивый бой был, мне выходить никак невозможно. Лег в сапоге полом, я вычел из кармана бинт, сунулся, а он весь грязный такой, как комок грязи. Я ласково оторвал, завязал ногу. В госпитале решили, для дальнейшей службы негоден. Врачи говорили о необходимой ампутации ноги, однако он написал отказ. И даже тогда не отчаивался. Уже в 45-м демобилизованный сержант вернулся домой, в Саратовскую область, где продолжил работать в колхозе. Сейчас живет один. Каждый видит соцработника для Сергея Савельевича – настоящий праздник. Ну, конечно же, моральную поддержку человека. Это самое, мне кажется, основное, что может быть. Это взаимодействовать с человеком, поддерживать его в сложную секунду и как раз отслеживать его состояние здоровья. Когда он заболевает, когда начинаются какие-то перемены в настроении, в состоянии здоровья, мне кажется, это тоже очень важно. Когда в начале декабря заболел коронавирусом, сразу положили в ковидный госпиталь в медгородке. Поражение легких составило 30%. Тогда медики бросили все силы на то, чтобы вылечить ветерана. И уже новогодние праздники Сергей Савельевич встречал дома. Сейчас продолжается реабилитация. Стабильно его навещают врачи и медсестры. Все хронические заболевания под контролем. Я тебя люблю, Сергей Савельевич. Самый мой любимый старенький ветеран и долгожитель моего участка. Он очень жизнелюбивый у нас пациент. Он стойко борется со всеми своими хроническими болячками, решает свои проблемы. Но при этом очень добрый, наивный человек. Ему требуется поддержка, ему требуется, ну, как сказать, патронаж. Ему требуется наблюдение не только со стороны медработников, но у нас еще очень хорошо о нем заботятся наши социальные службы. Поборол серьезную болезнь своим оптимизмом и стойкостью, говорят все, кто знает Сергея Савельевича. Сам же ветеран уверяет, что никакого секрета бодрости духа нет. Главное – это искренняя любовь к жизни и людям. Арганизм мой такой, мой живой арганизм. Видишь, он никогда не уставал, у меня никогда. И всегда я такой-то. И всегда с людьми. Я работал бригадиром всегда. Людей всех обозначаю, всех я знаю, как. И здесь меня все знают. Видишь, ну, как любовь к людям. И вот Сергей Савельевич снова победитель. Преодолел тяжелую болезнь в 95 лет. Сейчас смотрит в будущее с тем же блеском в глазах и желанием жить. Марина Промошкина, Андрей Алексеев. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.